Состояние дорог этой весной барнаульцев не то чтобы не радует, вводит в состояние шока. Конечно, дороги разрушаются после каждой зимы, однако этой весной они, по словам водителей, буквально тают. Глубокие ямы есть не на каких-то определенных участках, а практически везде. Причина пробки на Фурманово отнюдь не узкая дорога, а отсутствие ее. Из-за ям автомобилисты стараются объезжать некоторые участки и из-за этого движение стопорится. Буквально сегодня вот разговаривали на работе товарищ вчера, в Лосихинске, Гридасово, два колеса пробил. Въехал в яму? Да, с правой стороны. Какой щерб примерно? Ну, я думаю, тысяч, двенадцать. Есть под замену полностью колеса. Восстановлению не подлежат. Дороги сейчас активно обсуждают в социальных сетях. Тотальное разрушение асфальта вызывает у горожан сильное негодование. Люди просят ответственных как можно скорее решить проблему. Первый раз в жизни в Барнауле вижу такое. Этому есть логическое объяснение. В яме поменьше, объезжаешь яму побольше. Просишь прощения у подвески. Проехал сегодня по Фурманово от Власихинска до Павлика. Вот где убито напрочь. Думал, колеса там оставлю. Администрация, сделайте что-нибудь с городом. Он утопает в ямах. Состояние дорог уже оценила специально городская комиссия. Было принято решение дополнительно выделить на текущий ремонт магистральных сетей 100 миллионов рублей, увеличив финансирование чуть ли не в три раза. Пока к ремонту мы не приступили в рамках текущего ремонта, мы его делаем с применением холодной асфальтобетонной смеси. Это на таких наиболее участках, где у нас дороги в ненормативном состоянии. Такие как улица Ядринцева, например, улица Власихинская был ремонт, на проспекте Ленина, Партизанская и так далее. Основные такие участки. Наверное, самая большая яма в Барнауле располагается на улице Взлетной, рядом с поликлиникой. Она настолько огромная, что в нее можно просто провалиться чуть ли не по колено. То есть даже 30-ти сантиметровая линейка, ну вот сколько здесь? То есть, ну, больше 15 сантиметров явно. Ужас! 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 Невозможно! Это кошмар, ребята! Подтверждают даже местные жители. Заделывать ямы и ямищи начнут, когда на улице станет стабильное тепло. Тогда можно будет применять технологию горячего асфальта. Такая смесь прочнее холодной. А пока некоторые опасные для водителей участки засыпают щебнем. К примеру, так на днях залатали улицу Ядринцева. 4 апреля должно пройти совещание межведомственной комиссии, где утвердят список улиц, с которым необходим текущий ремонт. Его ближе к середине месяца обнародуют на сайте города. Как уверяют ответственные, в список включат как основные магистрали города, так и спальные районы. Жители могут обращаться и оставлять заявки в части дорог, которые подлежат ремонту. Это через интернет-приемную, через госуслуги, на официальной странице комитета по дорожному хозяйству и транспорту, а также по телефону, либо 371-601, это телефон приемный, либо 371-610, это телефон на дело дорожного хозяйства. Кроме того, также можно оставить обращение в единую диспетчерскую службу в автодорстрою. Всем, кто пострадал от весенней дорожной распутицы, специалисты советуют фиксировать повреждения машины, вызвав сотрудников ГИБДД. Тогда вероятность получить компенсацию за ущерб возрастает. Отметим, по ГОСТу яма не должна быть больше 60 см в ширину, 15 в длину и 5 в глубину. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.